Здравствуйте, дорогие друзья! Как всегда дошли до шабата и как всегда ничего не успели. Итак, Арезаль сказал, что последнее поколение перед приходом Машиаха будет те же люди, которые были во время поколения потопа. То есть это мы с вами, наши души, написано были во время поколения потопа. Что тогда было? Какая проблема была? Написано в Торе, что наполнилась земля Хамасом. То есть был разбой, убийство и разные половые нюансы. Всяких много было ей парадов. Почему у людей было много времени, было процветающее общество? Вы знаете, мы тоже стали потихоньку хозяевами жизни. Обратите внимание, за короткий промежуток времени благосостояние людей изменилось, и жизнь изменилась. Раньше зажиточная семья имела ковер и хрустальную вазу. Это был такой крутой совершенно семейный запас. Сейчас эти понятия поменялись очень сильно. Время освободилось. Раньше люди стирали, он воду принес, там тесто замесил. То, сё, опять. А сейчас микро, там что-то, нажал кнопку, она ещё сама делает, когда домой приходишь. Всё, освободилось. Время людей и парадов. Смотрите, что творилось. Ведь люди сегодня спрашивают, почему так происходит? Почему опять хамасы эти все вернулись? Да потому что мы не выучили один урок, и вот он очень спокойно приходит нам опять. Опять всё то же самое. Ничего нового нет. Нам кажется, что, как бы, что-то мы стали такие умные, мы изменили мир. Пишут, ну, если ничего подобного, совсем наоборот. Толкование Ктори и Раша, которые написали для трёхлетних детей, сейчас не все понимают уже взрослые. Поэтому предписано человеку, заниматься духовными вопросами, пытаться изменить себя, изменить и окружающий мир, по возможности, в лучшую сторону. Потому что именно это путь человека на земле. Всё остальное, нам кажется, что построив плотину, мы изменим мир. Пишут мудрецы, ничего подобного. Вот любое дело, доброе сделав, просто улыбнувшись прохожим, кому-то поднеся что-то, кому-то помочь, ты уже изменяешь мир намного больше, чем ты думаешь. А значит, каждый из нас получается... Это ещё раз говорю, то, что написано во всех книгах по Каббале. Каждый из нас, это титан строительства. Мы можем построить замки на небес просто тем, чтобы всем улыбаться, или давать браху, или дарить хорошее настроение. Так устроен мир. Слушайте, всё остальное химеры, вот всё остальное есть химеры. Более того, Каббала открытым текстом говорит, каждая молитва, каждый добрый поступок приближает мир к конечному состоянию его. Всё, больше ничего не надо. Вы знаете, нужна только вера во всё это. Вот только вера и молитва, там. Вот были такие люди, вот я не знаю, кто слышал, когда-нибудь Баба Сали был ещё недавно, такой мудрец, очень великий праведник. Он спасал многих людей, лечил. Но первый вопрос, который он всегда задавал любому человеку, который пришёл, он смотрел в глаза и говорил, ты веришь, что я тебе могу помочь? Ты абсолютно уверен, да? Тогда я могу тебе помочь. Если веришь, я могу помочь. Самый был уникальный человек. Одну короткую историю расскажу. Однажды, много лет, много лет, вообще никто почти не знал, он ехал на автобусе, я сокращаю там, и потом подошёл к водителю, это давно, далеко уже, это где-то там за городом. Мне говорит, остановитесь, пожалуйста, я хочу Минку помолиться. Водитель говорит, смотри, у меня расписание, я остановиться могу, выйдешь, я тебя ждать не буду. Давай, остановился, вышел, отошёл, помолился. Подходит мой водитель, говорит, уважаемый Раф, не могу завести автобус, что делать? Скажи что-нибудь. Баба Сари сел в кресло, посмотрел, говорит, ну пусть заводится. Водитель сел, завёлся и он поехал. Вот эта вера, вот эта сила, вот такие вот люди есть, да? И когда мы думаем, что как же вот сегодня с этим Хамасом бороться? Кругом одни враги, там от одного полюса до другого, как всегда творится такое. Всегда для этого тоже есть ответ в Торе. Написано у нас в Торе следующие слова. Когда ты выйдешь на войну против твоего врага и увидишь коня и колесницу, не бойся их. Почему конь и колесница в единственном числе? Обычно войско против твоего. Нам хочет сказать Тора только простую вещь. Любое войско. В глазах Творца подобно одной лошади, одной колеснице. И для него это ничего. Поэтому мы разговариваем с главным. Сейчас шаббат. Написано, не зажигайте огня во всех жилищах ваших. Наши мудрецы в святой книге Зар написали, что Тора говорит нам здесь не на огонь гнева, что именно это особый запрет гневаться, ругаться, устраивать скоти в шаббат. Гнев запрещен в любое время. Наши мудрецы говорили, что любой, кто гневается, он как бы подобен и делопоклоннику. Но в шаббат это абсолютно запрещенное дело. Если гнев захватил человека, написано, это признак того, которое нам передала Тора, что он находится в рискованном состоянии, когда грехов у него больше, чем заслуг. И не дай Бог его жизнь в опасности. Поэтому немедленно он сразу закрыт, а в шаббат запрещено. И последнее. Написано в каббале, что злость и доход деньги из одного духовного уровня. Поэтому человек, когда злится, он тут же перекрывает себе канал любых доходов. Зачем это вам нужно? Брахава Ацлаха, Шаббат Шалом. Всего самого лучшего.